Два значимых события в станице Анапска приурочили к открытию месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. После ремонта и реконструкции открылся станичный краеведческий музей. Здесь проведена большая работа. Обновлен фасад и кровля, новые полы, отремонтировано помещение. Сделано все, чтобы экспозиция этого музея располагалась в аккуратном помещении. Другое историческое событие – открытие мемориальной доски Ивану Трущенко. Участнику Великой Отечественной войны, журналисту, краеведу и создателю этого музея, который с 1995 года носит почетное звание «Народный». Мы низко кланяемся ему за его большую работу. Она особо важна сегодня. Напоминаю, что сейчас год, в этом году будет 70 лет со дня победы Великой Отечественной войны. И для нас это уникальная возможность напомнить нам прежде всего самим, почтить память наших отцов и детов, а также рассказать нашим детям на самом деле, что-то такое была Великая Отечественная война. Главным делом жизни Ивана Сергеевича стало создание Станичного народного музея, которым он посвящал каждую минуту своего редкого свободного времени. В этом музее он работал всю свою жизнь. Краеведческие материалы Ивана Трущенко публиковались на страницах анапских, краевых и российских изданий. Иван Сергеевич был неутомимый человек, очень любознательный, любил историю. И куда бы ни приехал, везде дотошно уточнял, нет ли там каких-то интересных вещей, каких-то экспонатов. Могут ли люди, часто беседуя с ними, пояснить историю нашей станицы. И этот музей – это его кровное детище. Теперь мемориальная доска с его портретом расположена на стене здания, которым он посвятил столько лет своей жизни. Светлая память об Иване Трущенко всегда будет жить в сердцах его благодарных земляков. Наверное, ему сейчас приятно. Мне кажется так. О том, что все-таки столько лет прошло, и земляки его помнят, и почтили его память таким образом. Я думаю, мне лично, как сыну и его внукам, это очень приятно. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин, заместитель главы Александр Колесников, председатель Совета ветеранов Анапского сельского округа Эдуард Мавян перерезали красную ленту, тем самым ознаменовав открытие отдела краеведения. Всех участников церемонии пригласили на экскурсию по музею и на экспозицию «История великой творенья». Продолжение следует...